Всем привет, мои хорошие! Решила начать новый влог. Вчера у нас был очень сильный ливень, очень сильный ветер, и у нас упало во дворе дерево. Я хочу вам показать некоторые фрагменты из вчерашнего. Вообще, честно говоря, было страшновато, при том, что у меня напротив окна тоже очень огромная тополь стоит, он немножко так вбок стоит, и большая ветка, она идет, уже доросла чуть ли не до окна, и когда сильный ветер, ветка наклоняется так, что уже цепляет стекла, и вот я думаю, что, наверное, ее как-то надо организовать, чтобы ее срезали, наверное. Хотя она мне делает тень, и она закрывает окна дома напротив. Когда листья распускаются, я уже спокойно могу хотя бы даже занавески не закрывать и ходить как угодно по комнате, там в окна уже не видно ничего. Но все-таки придется, наверное, срезать эту ветку, потому что страшновато, честно говоря, если будет сильный ветер, она выбьет мне нафиг стекла все. А вчера, честно говоря, огромный тополь рухнул у нас, прямо напротив моих окон, и там еще стояла машина, по касательной упал тополь, как бы еще и на машину. И этот тополь зацепил стул, к которому проходил электрический кабель. Но никаких замыканий не было, и, слава богу, не выключали вчера свет. Приехала машина, приехали рабочие, две бензопилы, там или три, слышала я. И они работали допоздна, и даже дождь там капал. Но они распилили это дерево там как-то по частям, убрали эти ветки, машина отъехала. Ну, машина сильно не пострадала, там, ну, оделась, я думаю, царапинами, может быть, какие-то небольшие вмятины, но глобального такого, чтобы машина прямо пострадала, такого нету. И убрали это дерево, свалило еще и столб, да, убрали этот столб, поставили новый столб, подсоединили к нему опять этот провод, но уже в темноте было плохо видно, я слышала, что они продолжают работать. Так, поглядывала, что-то там снимала на телефон, но снимала не в том формате, чтобы добавить сюда видео, просто так снимала там, как снимется, да. Отослала детям там, сыну, дочке, я говорю, посмотрите, дерево упало, машины свои там не ставьте, где-то под деревьями. Вот, но, честно говоря, не ожидала, что оперативник и рабочий справятся с поставленной задачей, они все поставили, восстановили так быстро, прямо неожиданно. Утром я встала, смотрю, уже столб стоит, провод уже протянут, все как положено, и машины уже могут проезжать, потому что у нас машины ездят по двору здесь, и, в общем, это дерево закрыло дорогу. И провода, тем более, это тоже очень опасно. Но, может быть, из-за того, что провода, поэтому оперативников все сделали, ну, прямо здорово. Что смогу, я вам покажу в этом видео. Вот у нас сейчас сильный ветер, и дождь такой сильный идет, а внизу, во дворе, дерево упало, прямо на машине. Вообще кошмар. Надо еще посмотреть, может, еще где попало. Где-то попадало, может быть. Короче, наше вчера стихийное бедствие, это было целое событие во дворе. И поэтому все снимали, я тоже сняла. Но, правда, я сняла, не собиралась выкладывать. Просто так для себя сняла, как дерево свалилось на машину. Провода там, столб. К сожалению, качество не очень хорошее, вообще плохое качество. Ну, что-то видно. Рабочие там у нас работали. Много людей было. Много людей работало, машина такая была. Они распилили это дерево, убрали его с дороги. Потом этот столб, поставили столб новый. И закрепили к нему эти кабели, провода. Сейчас я вам хочу показать, что там происходит во дворе уже, как все убрано. Вот как выглядит уже на утро вчерашняя наша стихия. Вчера приехали рабочие на машине, там они столб ставили, вот этот провод подымали. Ну, машина, которая была под деревом, в общем-то, она не сильно повредилась. Там, наверное, царапинами обошлось все. Так они столб, видите, поставили. Там видно один трюхлявый пенек. Это большой тополь свалился, огромный старый тополь. Вот так-то. Ну, оперативненько сделали, до 12 ночи работали они. Под дождем, хотя дождь уже был потом слабенький. Остановили. А вот она ветка, которая напротив моего окна. Вот она прямо здесь, буквально рядом. Если ветер подует, ветка наклоняется прямо сюда, она задевает мои веревки, в общем-то, ну и до стекла ей недалеко. Ветка толстая, и я думаю, что вот эту ветку надо бы, конечно, срезать. Но посмотрим, добьюсь я такого, чтобы машина приехала и эту ветку срезала или нет. В общем, этим надо заниматься, ходить по инстанциям. Все это не так просто у нас делается. Все делается у нас непросто. А сегодня я жду сантехника, рабочего жду, который сделать мне должен батарею. Я вам говорила еще весной, что в начале апреля я вынуждена была заклеить стекла фольгой от солнца, потому что у меня была тут сауна, у меня была жара. Батареи топили до середины апреля, а в начале апреля уже солнце светило в окно, нагревало комнату, у меня температура доходила до 30 градусов, я ничего не могла с этим сделать и прикрутить батареи не могла, потому что у меня нет крантиков, которые перекрывают мою личную батарею. Я этим летом поставила себе задачу обязательно эти крантики поставить. Но в общем, надеюсь, что эта задача будет все-таки выполнена. Мы будем наблюдать вместе. Вот сегодня я жду сантехника, он должен к вечеру прийти и обещал это все сделать. Он уже приходил, смотрел, что нужно купить, какие там материалы, и в общем-то, дай Бог, чтобы ему ничего не помешало именно сегодня мне это все сделать. В общем, когда все будет сделано, тогда я буду спать спокойно. Пока не сделано, я все надеюсь, что вот сделать, и надеюсь, что ничего не помешает этим планам сбыться. Вот я такая. А вот она моя батарея, которую я хочу сделать. Ну, в общем-то, батарею решили мы оставить старую, не менять ее, а вот поставить краны вот сюда, вверх и вниз. А эту перемычку придется перемещать. Ну, в общем, этот кусок, наверное, убрать трубы и заново здесь все сделать. Ну, посмотрим, как справится у нас сантехник. Я лично теоретически понимаю, как должно быть. я думаю, что все должно быть хорошо. у меня вентиля нету, а вентиль есть только один. Вот стояки у нас меняли, и вот на стояке поставили сверху вентиль, и все. А если я его перекрою, я перекрою тогда подачу тепла всему своему стояку. я же не буду это делать своим соседям, пакостей, правильно? В общем, поэтому крантик надо ставить мне вот сюда. Решила, девочки, зайти в магазин по-быстренькому. Взяла капусточку, хочу больше сварить. Вот хлеб по трубной беру. Потом по трубной беру. Айтинский. Взяла ухлопчик. А еще вот только в магните я могу купить вот этот вот легкий майонезный соус. А он сейчас еще идет со скидочкой. 51,90 стоит. Вот пятерочки, к сожалению, его нет. Но так как здесь 15% жирности, а по вкусу он как майонез, я его добавляю в салатики, мне он очень нравится. Я давно уже его беру, но и пользуюсь. Еще мне нужно молоко 3,2%. Вот возьму вот это. Оно подешевле. Это я собираюсь сделать выпечку. А еще мне нужен творог. Но вот в таких мягких пачках я творог, честно говоря, не очень люблю. Какой-то он не очень. Вот этот может быть и неплохой. Я его брала уже как-то, а у дочки. Вот я уже привыкла вот такой убрать. К 2 или к 5%. Я думаю, меньше жирности на этот раз. Я их чередую. То 2, то 5% возьму. А еще я люблю вот эти вот хрустящие 6 соток огурчики брать. Они такие классные. Не сильно соленые, не кислые, ничего. И прям хрустят. Они сейчас идут по акции со скидочкой. Магнитюд я их возьму. Тесто. Слоеное, безброзжевое. Вот. Мне нужно тесто. Как раз кое-что хочу сделать. Пирожки. А еще мне для печенья нужно сливочное масло. Вот такое вот. Не соленое. Сладко-сливочное. Ну, для печенья пойдет. Не знаю, как его на вкус. Вот я подошла к делу яблок. Яблоки есть красные. Есть вот это вот урожай. Новый урожай. Или вот это новый урожай, кстати говоря. Хотя ценник посередине, может, и то, и то. Ну, когда я вот сомневаюсь, какие яблоки брать, то я беру яблоки голден. Кстати говоря, голден, чем отличается от яблок других, например, здесь на яблоках такие есть темные точечки. Вот это голден. А если взять вот другие яблоки, то здесь скорее белые точечки будут. Это уже другой сорт. Это кислые. А голден они сладкие. Возьму, значит, голден. Вот я вижу джим, о котором дочка говорила в своем видео. И джим есть вот черная смородина в стаканчике, лесные ягоды и акция 89-90. 47% скидочка. При том, что этот стаканчик, он идет с крышечкой, потом пригодится. С крышечкой стаканчик, это супер. А еще я хочу взять шоколадку, а какую взять, не знаю. Но вообще я люблю шоколад черный, с изюмом и с орешками. Но только не арахис, а хундук, например, или грецкий орех. Сейчас посмотрю, какой взять. Еще он наверху. В общем, куча, куча. Растерялась, глаза разбежались у меня. Ну вот, мне нравится, собственно, российский шоколад. С миндалем. Темный шоколад с миндалем. Класс. И стоит он что-то вообще 39,90. Хорошая скидочка. Ну вот я его и возьму. Ну и, в общем, из всего разнообразия разных видов мороженого я все-таки вот люблю хороший пломбир и шоколадные глазури. Вот просто пломбир ванильный и шоколадную глазури. Не люблю там лишнего ничего. Вот это я возьму. Как раз. Ну и, в общем-то, осталось взять активию. Я хотела взять что-то такое молочное попить. Но я люблю активию. Люблю, когда чия есть вот с вишенкой. Вот возьму такую. Мне нравится еще груша с чия. Но здесь груши нет. Ну вот моя корзинка и все. Теперь пошла я к кассе. Набрала все, что нужно. Ну вот, наконец, сантехник ушел. Поставил он мне крантики сверху, снизу. В общем, чудненько. Теперь я могу перекрывать свою батарею, когда мне нужно. Замечательно просто. Я счастлива. Я рада. Девочки, села сейчас перебрать фотографии. Вот представляете, целый кулек фотографий. Но они уже такие старые. И они уже многие выцветшие в пятнах. Бледные, плохо видны. Хотела найти какие-нибудь фотографии, чтобы показать вам, какая дочечка у меня была маленькая, какая лапочка девочка. У нее день рождения 8 августа. Я, наверное, даже вот это видео, может быть, выложу 8 августа. Вот такая малышечка была. Это она только на животике лежала. Смотрите, какая лопатунка. Вот тут ей годик. Ровно год в день ее рождения мы пошли с ней фотографироваться. Вот видите, какая я худая была. Здесь ей где-то полгода, несколько месяцев, по крайней мере. Вот она уже постарше. Тут у меня был маленький сын, как раз только родился. 3,5-4 года. Заодно Виталика вам покажу. Это сын у меня в детском садике. Кстати говоря, сейчас у меня внук очень напоминает мне эта фотография внука, как сейчас в ночью в дынечке. Это вот Виталька. Фокус. Нет, что-то фокуса нет. Вот. Ну, в общем, такие более-менее еще где что-то видно. Вот фотографии нашла. Ну и я вам показала. Ну и раз пошла такая тема, уже о дне рождении заговорили. Доченька, я хочу поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе ну здоровья обязательно, чтобы было, чтобы у тебя было успеха, процветание в твоем деле нелегком. И вообще, чтобы все твои задумки сбывались, все твои мечты, все твои пожелания, вот все, что ты решила сделать, чтобы у тебя все сбывалось. Но ты вообще и так у меня молодец. Ставишь цели, идешь к целям, и в общем-то своих целей обычно всегда и добиваешься. Главное, чтобы были цели поставлены. Тогда все получится. Я тебя очень люблю. Ты у меня очень заботливая дочка и внимательная. Я не знаю, что бы я без тебя делала. Моя помощница. Я тебе помогаю, ты мне помогаешь. Ну, это так и должно быть вообще между мамой и дочкой. Сына тоже очень люблю. Он будет смотреть это видео. Сынок, ты только не ревнуй. Но девочка с девочкой всегда как бы найдут побольше общих тем поговорить. Поэтому с дочкой ближе. Ну и с Дэней приходится мне чаще проводить время и чаще видеться. Моя помощь там нужнее. А за тобой теперь ухаживает, сынок, жена. Вот. у тебя есть своя женщина, которая ухажет за тобой. В общем, дети мои, люблю вас. Обоих очень люблю. На этом я видео хочу свое закончить. Пора мне его смонтировать и заниматься уже другими делами. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.